Кукла Базовая Кукла без тиража, без ограничений и базовую куклу могут купить все. Конечно нужно набраться все равно немножко терпения, потому что как только запустили этих базовых кукол, сразу весь первый тираж был раскуплен, второй тираж раскуплен и сейчас они постепенно снова появляются в магазине Integrity Toys. Ссылку на магазин я оставлю внизу в описании видео, чтобы вы быстро могли пройти в него, если вдруг никогда не были. И эти кукол могут купить абсолютно все, даже без членства в клубе. Я купила базовую куклу, только одну, из линейки Fashion Royalty. Линейка Fashion Royalty это моя самая-самая любимая линейка. И конечно ее я не смогла упустить, не смогла себе отказать в этом удовольствии. И именно базовую Fashion Royalty в свою коллекцию я приобрела. Сама линейка Fashion Royalty вышла в 2002 году и ее дизайнером был знаменитый, всем нам хорошо известный Джейсон Ву. И с 2002 года Integrity Toys каждый год выпускает кукол из линейки Fashion Royalty. На мой взгляд это самые красивые, самые продуманные, самые детализированные и самые качественные куклы от Integrity. Конечно есть еще Poppy Parker, есть еще New Face, есть Meteor и много других линейок. Но именно Fashion Royalty на мой взгляд самые красивые и самые удачные. И у меня это персонаж Агнес фон Вайс. И давайте вместе ее откроем, посмотрим что же там внутри. И затем я уже расскажу вам про историю самого этого персонажа. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Так сложилось, что её родители умерли, и она отправилась в детский дом. Но судьба была к ней благосклонна, потому что её удочерили бароны. Бароны фон Вайс. И так Агнес стала не Агнес Диффендорф, а Агнес фон Вайс. Так Агнес попала в мир богатых и благородных, получила великолепное образование, но с друзьями-детишками у неё были проблемы, потому что никто не воспринимал её всерьёз, потому что она неблагородных кровей. Но и приёмные родители не прожили долго, потому что они тоже погибли в автокатастрофе. И Агнес стала богатой наследницей, и ей достались не только деньги и имущество, но и титул баронессы. И с тех пор Агнес от всех требует, чтобы её называли не как иначе, только баронесса Агнес фон Вайс. И она решает, что негоже сидеть без дела и хочет открыть свой модный дом. Приглашает кучу известных деятелей моды для того, чтобы они работали на неё, и организовывает свой первый показ. И она решает поработать на этом показе с косметической компанией, которая принадлежит ещё одному персонажу из линейки Fashion Royalty – Натали Фаталь. Кстати, Натали Фаталь мы с вами тоже скоро распакуем, потому что предзаказ на неё я оставляла ещё в прошлом году. Но коллекция Агнес треском провалилась, и это стало жестоким ударом по репутации косметической компании Натали, за что Натали страшно обиделась на Агнес, и с тех пор они злейшие враги. В итоге Агнес из владельца модного дома превратилась в очень узнаваемую личность, но скорее в светскую львицу. Теперь давайте поговорим о том, что же мы распаковали. Это первая базовая кукла, которую я держу в руках, которую я вообще распаковываю. Я не брала ни New Face, ни Побби Паркер, ни Митёр. То есть я взяла только линейку Fashion Royalty. Это первая базовая кукла, которую я вообще открываю и вижу так подробно. Цена у базовой куклы ниже почти в два раза, чем у обычных кукол Integrity Toys в полтора-два раза. То есть её цена до 100 долларов, хотя обычно куклы Integrity Toys стоят от 150 долларов. И на чём отражается эта цена? Во-первых, у неё нет тиража, то есть это нелимитированная кукла, их будет много, они будут выпускаться, пока в этом будет спрос. Да, в коробке есть сертификаты, на сертификате написано, что тираж куклы 2000 штук, но это не совсем так. Это тираж партий, а вот партий может быть очень много. То есть моя кукла, она уже из второй партии, то есть их уже 4000, а будут ещё и ещё. Конечно, чем больше одинаковых кукол вы выпускаете, тем дешевле вам производство. Да и не нужно придумывать каждый раз что-то новое, да, какие-то новые наряды, новые аксессуары. То есть вы выпускаете то, что уже было придумано. Поэтому кукла становится дешевле. Как это отразилось на качестве? На качестве самой куклы, если честно, я не вижу никакой разницы. Она такого же качества, как и коллекционные куклы. Я имею в виду тело, волосы. Единственное, что волосы... У меня впервые такое, чтобы волосы прямые были с таким количеством укладочных средств. Но это не страшно, потому что вы просто её причесали, и этих укладочных средств, в общем-то, практически нет. Конечно, всё, что вы видите на этой кукле, уже выходило. То есть это не новый дизайн одежды, обуви, аксессуаров. Они уже все были в других куклах. Просто здесь они в других цветовых решениях, например. Ничего плохого в этом нет, тем более, что далеко не у всех есть все те же самые куклы. Единственное, что у меня повторяется, это очки. Например, у меня уже третья пара. Но они все в разных цветах, и эта форма мне очень нравится. И серёжки. У меня есть точно такие же серёжки, но золотистые. Эти серебристые. Зато куклу вы получаете очень красивую, очень хорошенькую и действительно качественную. Что, конечно, совсем не похоже на распаковку кукол от Integrity Toys, это когда вы держите коробку. Потому что это мягкая, маленькая, простенькая, совершенно простенькая коробка. Я даже не думаю, что я буду её хранить, потому что коробки от Integrity Toys я все храню. Но вот эту, скорее всего, не буду, потому что не вижу в этом никакого смысла. Она некрасивая, неинтересная и плохо сделанная. В целом, кукла очень красивая, интересная. Мне нравится такой выпуск Агнус, хотя Агнус не является моим любимым персонажем. Для меня она довольно холодная красотка. Но вот эта вариация мне понравилась. Она называется Malibu Sky. И, возможно, именно из-за отсылок к пляжу, именно из-за пляжного образа, да, тёмный скин-тон, светлые волосы. Она мне понравилась. Мне кажется, удачный выпуск. Вообще, история с базовыми куклами Integrity Toys это интересная инициатива. Потому что так большее количество людей смогут купить себе этих кукол, попробовать, посмотреть, вообще нравится им это или нет. Хотят ли они каких-то ещё кукол себе в коллекцию, да, не покупать сразу какую-то дорогую куклу. А тем более, если человек впервые с этим сталкивается, то, скорее всего, он будет покупать её с рук. А купить Integrity Toys рук, это намного дороже, чем купить её через свекла. И базовая кукла в этом плане очень хороша, потому что вы покупаете куклу и видите, вообще нравится вам этот формат или нет, интересно вам это или нет. На попробовать это классно. Свою куклу я, конечно же, переодену, преобразую. Именно для этого, мне кажется, она и создана в большей степени для того, чтобы переодевать и придумывать что-то самому. Придумывать какие-то наряды и аксессуары для неё. Недавно Integrity Toys проводил опрос. Хотим ли мы фэшн-пэки для Integrity Toys и по какой цене мы готовы их покупать? Конечно же, хотим, очень ждём и очень на это надеемся. Ну и, в принципе, линейка базовых кукол, она уже подразумевает, что у вас будут какие-то фэшн-пэки. И их очень жду и надеюсь, что это будет что-то действительно красивое и интересное. Спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, что вам понравилось. И не забудьте подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить.